Всем привет! Сегодня у меня на обзоре достаточно неплохой смартфон от компании Yumi Digi. Да, есть такая компания, это китайский бренд, который действительно делает сейчас на данный момент очень и очень неплохие гаджеты. У нас сегодня смартфон A11 достаточно неплохой, достаточно интересный, самое главное красивый и производительный. То есть сегодня я вам расскажу свой опыт использования данным смартфоном. У меня версия 4 гигабайта оперативной памяти, 128 гигабайт своей. Есть еще 3 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта своей. Короче, все поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Для начала давайте посмотрим, что идет в комплекте. Первоначально наш телефон поставляется вот в такой картонной желтой упаковке. Выглядит все достаточно неплохо. Чем-то напоминает компанию Pocophone. Сразу нас встречает сам смартфон, который, кстати, уже находится в чехле. Чехол у нас прозрачный, силиконовый, что на мой взгляд очень и очень большой плюс. То есть силиконовый чехол у вас уже есть. Вам не нужно даже тратить тот доллар-два на покупку чехла. Также нас встречает вот такая брошюрка, где мы можем встретить инструкцию и гарантийный талон. Зарядное устройство. А также кабель Type-C. Вот такой красненький, чем-то вообще OnePlus напоминает. Все! Больше из комплекта мы ничего не видим. На мой взгляд, достаточно неплохой комплект. Теперь давайте пробежимся, что мы имеем вообще за такие деньги. 100 долларов. Внешний вид. Сзади мы видим просто-просто божественную поверхность. Это матовое стекло. Как уверяет сам производитель, это матовое стекло AG. Также мы видим основную камеру сзади, которая имеет три датчика. И мы видим тут термометр. Да, как ни странно, вспышку. На правой стороне смартфона, на правой грани мы видим кнопку включения-выключения смартфона. Также в данную кнопку производитель решил установить сканер отпечатков пальцев. Что, на мой взгляд, достаточно интересное решение. И качельку регулировки громкости. На левом торце мы видим кнопку многофункциональную. Это такая кнопка, которую вы можете настроить полностью под себя. То есть, одно нажатие включает фонарик. Два нажатия включает, например, какое-то приложение. Нажатие и удержание включает калькулятор. Все удобно. И вот эти все нажатия вы можете настроить именно под себя. Любое приложение. Любой, например, инструмент. То есть, все на высшем уровне. Также мы видим лоток для сим-карты. Он у нас не совмещенный. Что это значит? Это две сим-карты и карта памяти. Мало того, что тут установлена память на 128 гигабайт. Еще вы можете сюда поставить на 128 гигабайт. И у вас будет 256. Что, на мой взгляд, является большим-большим плюсом. Вверху мы видим отверстие 3.5 мм аудиоразъем. То есть, подключаем наушники и слушаем нормальную музыку. Потому что, как мы знаем, проводные наушники намного-намного лучше играют, чем беспроводные. Вы должны понимать, что это не Hi-Res технология. Тут нет выделенного ЦАПа и так далее. То есть, достаточно неплохо играют наушники с данным смартфоном. Внизу мы видим отверстие для разговорного микрофона, зарядка, Type-C и множество отверстий для основного динамика. Основная динамика, на мой взгляд, достаточно неплохо себя показала во время использования. Потому что басов, конечно же, таких крутых вы тут не услышите. Но низкие, средние, высокие частоты достаточно неплохо себя показали. На мой взгляд, все на высшем уровне. И самое главное, на лицевой поверхности нас встречает огромный-огромный экран. И каплевидный вырез, где мы видим фронтальную камеру. Все, по внешнему виду хочу сказать одно. Смартфон очень сильно похож на iPhone 12, что немаловажно. Но, также хочу сказать, что смартфончик достаточно толстенький получился. Но есть причина. Аккумуляторная батарея об этом, опять же, попозже. Сзади телефон выглядит просто, просто бомбически восхитительно. Отпечатки пальцев на данной поверхности не оставляются. Что является большим-большим плюсом. Итак, экран. Мы имеем достаточно неплохой экран. На 6,53 дюйма. Разрешение 1600 на 720 пикселей. Соотношение сторон 20 на 9. Да, вы должны понимать, что соотношение сторон 20 на 9 сейчас, в наше время, очень и очень востребовано. Разрешение не сильно активно. То есть, хотелось бы хотя бы Full HD+, но, как и есть, HD+, мы имеем. Углы обзора, скажу сразу, не сильно меня порадовали. Потому что, все-таки, выцветание есть. Но, когда смотришь прямо на данный экран, действительно заслуживает внимания. Даже есть какой-то эффект вау. Потому что, можно сказать, что у нас весь смартфон это один большой экран. Внизу только мы видим маленький-маленький подбородок. Что, на мой взгляд, является большим плюсом. Также, минус данного экрана является автоматическая регулировка яркости. Или просто регулировка яркости. То есть, когда вы думаете отрегулировать яркость где-то на 30%, вы тянете ползунок меньше, но ничего не происходит. То есть, с обновлением, я уверен, что YumiDigi компания обновит эту всю систему. И все будет работать на достаточно хорошем уровне. Но, так как экран, конечно же, вы должны понимать, если поставить сюда топовый AMOLED-экран, то данный смартфон стоил бы не 100 долларов, а 300 долларов или 400. То есть, нужно искать компромисс. Второй большой плюс данного смартфона это основная камера. Что мы имеем по итогу? 16 мегапиксель, основной датчик f2.0. 8 мегапиксель, широкоугольная камера 120 градусов f2.2. 5 мегапиксель это макро f2.4. Есть автофокус, светодиодная подсветка, поддержка Full HD видеосъемки. По поводу основного датчика 16 мегапиксель, который качество фотографий на достаточно хорошем уровне. Я бы даже сказал, если в солнечную погоду делаете фотографии, отличные фотографии. По поводу ширика, на мой взгляд, также очень неплохой результат. Но самое главное, на мой взгляд, это макро. Потому что фотографии в режиме макро получаются ну просто восхитительные. Посмотрите фотографии, на мой взгляд, это просто какой-то флагманский класс. Лучше сделать нормальную макро камеру, чем сверхширокоугольную, которая вообще делает какие-то непонятные снимки. Это только мое решение. По поводу термометра. Также в камере мы видим термометр. На мой взгляд, это работает так себе. Оно работает, но не стоит ожидать, что вы будете измерять вообще температуру вашего тела с помощью данной камеры. Есть и есть. Все. По поводу вспышки нечего сказать, вспышка работает хорошо. Вот и все. По поводу качества видео. Видео мне, ну так себе, скажу сразу, в солнечную погоду можно найти телефон и получше с видеосъемкой. Но снимает Full HD, разрешение не сильно высокое. Данный смартфон справляется с данным видео достаточно неплохо. Но не более того. То есть, если вы ищете смартфон для видеосъемки, однозначно этот гаджет вам не подходит. А вот по качеству фото, на мой взгляд, данный смартфон подойдет многим. Также еще один большой плюс данного смартфона, это, конечно же, аккумуляторная батарея. Тут установлена она на 5150 мАч. Теперь расскажу свой опыт использования. Я с данным телефоном могу спокойно прожить три дня, используя его каждый день. Посидеть чуть-чуть в интернете, посмотреть видеоролики, поиграть чуть-чуть в непроизводительные игры. И три дня данный телефон выдерживает на ура. На мой взгляд, это очень хороший результат. Учитывая, что тут большой экран, конечно же, производитель YumiDigi знал, что если сделать высокое разрешение экрана, то данная батарейка уйдет на раз-два. Они сделали всего HD+. И вуаля, ребята, мы получаем три дня работы. Что, на мой взгляд, неплохо. Тем более, учитывая, что тут есть из коробочки Android 11. Вообще просто пушка. Все сбалансировано. Также хочу отметить процессор. Это восьмиядерный процессор Mediatek Helio G25. И вот данный смартфон с данным процессором набирает всего 108 тысяч баллов. В Antutu вы скажете, какой-то не сильно хороший результат. Отвечу. В повседневной жизни данный телефон шустрый. И никаких проблем у меня не возникало. То есть у меня до данного телефона был LG G6. Сейчас, да, этот старичок, да, он выпустился в 1991 году. Да, там уже труха сыпется. Но LG G6, который стоит, я не знаю сколько, и данный телефон просто уделал его. LG G6 набирает 180 тысяч баллов в Antutu. Этот 108. И 11 в играх показывает себя намного-намного лучше. И в повседневной жизни. Что, на мой взгляд, радует. Так получилось, что я играю только в две самые производительные игры. Это PUBG Mobile и World of Tank. По поводу танков. Низкие настройки выставляем. Играем без каких-либо проблем. Средний нежелательно. По поводу PUBG Mobile, то тут дела очень и очень плохо. Идут у данного смартфона. Конечно же, низкие настройки выставляем. В тяжелых баталиях вы вообще не сможете стрелять. Потому что телефончику тяжело обрабатывать весь этот процесс. Но, как игровой смартфон, конечно же, данный смартфон не подойдет. Но, как средненький, поиграть в какие-то непроизводительные игры данный аппарат может легко. Также у нас есть сканер отпечатков пальцев сбоку. На мой взгляд, он работает очень корректно. Разблокировался. 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 То есть, если вы правильно настроите ваш палец, то разблокировка происходит быстро и точно. Если вы настроите палец ваш неправильно, то, извините меня, 8 раз из 10 вы будете получать именно такой результат. Что еще хочется сказать? Скажу сразу. Данный смартфон стоит 100 долларов за версию 3 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта своей. 160 долларов плюс-минус он стоит за версию 4 гигабайта оперативной памяти, 128 своей. Что мы получаем за 160 долларов даже? Вы скажете, вот такая большая сумма. Мы получаем очень-очень крутой внешний вид. Мы получаем 3,5 миллиметра аудиоразъема. Мы получаем ТАЕПСИ. Мы получаем крутую камеру. Как макро, так и основная, так и широкоугольная. Мы получаем термометр. Да. Такое спорное решение. Мы получаем достаточно неплохой сканер отпечатков пальцев. Мы получаем многофункциональную кнопку. Мы получаем достаточно неплохой экран. Да, разрешение подкачало. Да, углы обзора не топовые. Но это все-таки кинематографический экран. То есть смотреть в кино, играть в игры на данном экране одно удовольствие. Это сейчас мы видим у компании Sony. Sony 1 Mark III и Sony 5 Mark III. То есть сейчас все идут к этому экрану. Можно сказать, сабля будет скоро у всех людей. Минусы. Минусы это, конечно же, толщина почти 9 мм. Но все-таки аккумуляторная батарея и все сказывается. Минусы это экран, как я говорил ранее. Ну и все. Больше у данного смартфона минусов нет. Учитывая стоимость смартфона. Вы скажете, а процессор? А то, а то. Учитывая стоимость, это сбалансированный, достаточно неплохой смартфон. Вот и все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.